В преддверии знаменательного события 75-й годовщины освобождения Славянска на Кубани от немецко-фашистских захватчиков в Славянском историко-краеведческом музее состоялось мероприятие для учащихся 18-й средней школы, посвященное подвигу тружеников тыла. Ребята узнали много интересного и много нового для них об уже далекой странице отечественной истории. В музейном зале, посвященном Великой Отечественной войне, ребята, окруженные экспонатами о подвигах солдат Победы, поневоле настраиваются на торжественной, соответствующей важности темы ЛАД. Фронтовые Победы давались благодаря доблести и героизму наших воинов, но обеспечивались они во многом с помощью самоотверженности тружеников тыла. Женщины, дети, старики в тылу делали все, что требуется для фронта, зачастую отказывая себе в самом необходимом. Сотрудница музея рассказала об этом. Уже с первых дней войны люди брали на себя обязательства выполнения двух норм – за себя и за товарища, который ушел на фронт. Все для фронта, все для Победы. Они работали, не жалея сил, по 10-12 часов. Они, кахозники, не получали карточки, поэтому оставались без хлеба, сахара и соли. 23 марта 1943 года, после освобождения станицы Славянска и Славянского района, днем и ночью шли восстановительные работы. Затем прозвучали волнующие стихи Веры Шкодиной о сороковых пороховых, а Владимир Хачаев рассказал ребятам о том, как он был юнгой во время войны. Председатель литературного общества «Патриот» считает, что мы не вправе забывать о героизме всех, кто выковал великую победу. Память о погибших нужна не мертвым, а именно нам. Именно нам. И на этом строится и патриотизм среди молодежи. Совершенно другой настрой отношения к своей родине, к малой родине, к большой родине. Если мы это все забудем, просто не будет таких подвигов. Самый главный моральный урок, который вынесли ребята с этого мероприятия – прежде думай о родине, а потом о себе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!